Сотрудники ФСИН имеют право на насилие. Им это показали и безнаказанностью, и наградами после убийства Алексея Навального. Как родственники, родные, друзья тех, у кого кто-то находится сейчас в колониях, в СИЗО, и так далее, могут уберечь своих близких от каких-то таких ужасных последствий, событий и так далее? Ну, во-первых, публичность. Во-первых, конечно, как можно больше говорить и писать о своем человеке. Это не помогло в случае с Алексеем Навальным, но здесь это совершенно особый случай. Ну, с Карамурзой тоже особо не помогло. Сколько ни писали, ни говорили, он безостановочно сидел в этом ЕПКТ. Но как потом выяснилось, что ЕПКТ для Владимира было лучше, чем тюремная больница? И я хочу сказать, что все-таки и Яшина, и Карамурзу удалось обменять в очень драматический момент. Я как раз была в Страсбурге у Вадима Прохорова, когда пришли первые сообщения о том, что возможно что-то там, какой-то обмен. И, собственно, мы с ним делали совместную большую такую программу, которой, слава тебе Господи, вложили много сил. Слава тебе Господи, она не понадобилась. Потому что главной, собственно, целью было воспрепятствовать переквалификации дела Яшина. У нее уже была открыта еще одна уголовка о неисполнении функции иностранного агента. И, судя по всему, его должны были приговорить, изменить его режим на крытую тюрьму. И это был Владимирский централ. И это пипец. Представляете, крытая тюрьма. У Владимира Карамурзу, когда он был в больнице, а он был в больнице, собственно, в конце июля, в начале августа, и там должно было длиться еще его больничное обследование, речь шла о снятии его диагноза, который, в общем, подпадает под правительственное постановление, которое вообще не допускает лишения свободы. И там дело было очень плохо. Поэтому, в любом случае, публичность сыграла хорошую роль. И в случае с Яшином, и в случае с Карамурзой, слава богу, все закончилось хорошо. Но вопрос с публичностью. Одно дело Яшина и Карамурза, другое дело люди вроде Павла Кушнира, про которого мы ничего не знаем. Даже Ольга, его подруга, говорит, что до момента его смерти она даже не знала, что он находится в заключении, и многие-многие другие. Возможно ли как-то уследить за всеми политическими заключенными и держать их на виду? Вы знаете, очень хороший появился проект, вот прямо свежий проект, УВД-Инфо, называется «Весточка». И людям, живущим за границей, не надо париться по поводу оплаты зоны телекома или в СИН письмо и так далее. А можно делать это через Весточку, Весточка сама все это оплачивает. То есть с вашей карты ничего не случится, и она вообще не нужна. И там рандомно вам выдаются политзаключенные, которому можно писать, и какие-то его, помимо адреса, какие-то его характеристики, то есть что ему интересно и так далее, и так далее. Очень интересный проект. А я напомню, что в СИЗО номер один города Биребиджан, еврейская автономная область, улица Карла Маркса, дом 4. Еще трое политзаключенных, кроме Павла Кушнира. Это журналист Сергей Корнеевский, это активист, ну в общем человек простой и случайно попавший под замест, антивойные выступивший, Ярослав Кусакин и гражданский активист Владислав Никитенко. Биребиджан, улица Карла Маркса, дом 4, СИЗО номер один. Пишите письма. Я просто к тому, что вот про Бузмакова, пока он сейчас не умер после пыток, мы в общем-то тоже особо ничего не знали. Во всяком случае, я его как-то среди обсуждений не видела. Я, честно говоря, вчера тоже первый раз. Вот, и есть ли какая-то возможность не просто писать письма известным политзаключенному, а отслеживать тех, про которых мы ничего не знаем? Вот это вот весточка, сейчас на сегодняшний день в ОВД-инфо 1400 человек, которые проходят как арестованные по политическим мотивам, из них в СИЗО 1200, если не ошибаюсь, там с чем-то. У мемориала, это цифры меньше, там порядка 800. Это связано с тем, что ОВД-инфо просто перечисляет все политически мотивированные случаи, а мемориал, собственно, присваивает, ну, то есть присваивает звание, да, под политзаключенного, изучая очень тщательно кейс. И, слушаясь к пожеланиям, например, Светлана Петричук и Женя Беркович, они не проходят как политзаключенные, потому что это против их желания. Вот это был мой следующий вопрос, кстати. Я понимаю, что я сейчас зайду на поляну, не хочу произносить это слово на букву «С», скажем, споров. Их множество вокруг, как раз кейс Беркович и Петричук, которые непонятно на что надеются, но адвокаты тоже настаивают на том, чтобы было, я так понимаю, меньше огласки и, как ты уже сама сказала, чтобы их не включали в список политзаключенных. На что они надеются? Есть адвокатская стратегия. Адвокатская стратегия такая, какая она есть. Мне эта стратегия не нравится, но я признаю приоритеты именно адвокатской стратегии, хотя потому что не знают о деле гораздо больше, чем я. и принимают это решение с участием, собственно, Жени Берковича и Светлана Петричук. Поэтому я, сидя в Берлине, совершенно не могу говорить, что дураки же вы все, надо делать по-другому. Конечно нет, конечно нет. И вот там точно виднее, хотя мне кажется, что эта стратегия в принципе ошибочная в политических делах. Но если им кажется, что это поможет, ну да, давайте как-то будем это поддерживать. Это точно так же, как, знаете, как вопрос, тут вот опять же возникло слово на букву «С», будем считать, что это споры. «Вокруг письма Шевчука, Ганнушкина и Муратова к политзаключенным, чтобы подписывали прошение о помиловании». Ну, может быть, не самое удачное обращение и не самое… Ну, слушайте, если политзаключенный напишет такое ходатайство, ну, слушайте, невозможно бросать в него камни. Здесь идут по-разному. В одном самолете оказался Илья Яшин и Лили Чанышева, которая написала прошение о помиловании. И что? И что? Кто бросит в нее камень? Очень тяжело сидит Мария Пономаренко, у нее клаустрофобия, да, ей тяжело очень сидеть в тюрьме. И отдельно тяжело, если она пишет прошение о помиловании. Ну, и что? Кто бросит в нее камень? Кто-то выбирает, каждый выбирает по себе, да. Мы не знаем, как мы будем себя вести в таких особенных ситуациях. Мы не знаем. Поэтому я считаю, что стратегия замалчивания и стратегия «не зли судью», пытаясь сохранить хорошее отношение с начальником зоны и так далее, она совершенно бесперспективная. Но это мое мнение на человека сейчас не сидящего. И сейчас «не сидящие», «не сидящие» никак не могут судить о проблемах и перспективах, собственно, сидящих сейчас. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok